по поводу настройки воспроизведения в себе алиусе для начала нужно установить какие-то звуки сэмплы которые вам нравятся больше всего которые здесь работают естественно по поводу установки это отдельная тема мы это не рассматриваем но допустим они установлены доходим во вкладку играть здесь есть такая вот неприметная кнопка с стрелочкой настройки нажимаем заходим сюда здесь у нас должно появиться в списке должен появиться сэмплер в данном случае допустим мы поставили sibelius 7 sounds выбираем он появляется здесь справа обязательно справа должен появиться иначе это не работает дальше мы заходим в настройки звукового процессора здесь обязательно нужно выбрать нужную конфигурацию это должен быть драйвер вашей звуковой карты допустим вот у меня maya isai maya 44 значит я ее выбираю и соответственно звук будет идти на эту карту все сэмплы будут воспроизводиться через эту карту задержка будет минимальная потому что драйвер карты идет но при минимальной задержки может быть какой-нибудь хруст какие-то щелчки если вам это не нужно и если вы пользуетесь миГи клавиатурой и вы хотите чтобы не было задержки то здесь нужно конечно минимально чтобы задержка если же вам не важно насколько будет быстро реагировать Ну, то есть вам не нужно, проще говоря, играть на MIDI-клавиатуре, вам важно только набирать. Вам задержка не важна. Значит, вы выбираете, например, ASIO for all. И вот этот ASIO, он дает небольшую задержку, это тоже не ощутимо, но работает лучше. Если же все равно наблюдаются какие-то проблемы, тогда заходим в размер буфера, ставим буфер побольше. Задержка, соответственно, увеличивается, но ему будет намного проще. Здесь нужно смотреть, конечно, по тому, что у вас установлено. Если у вас не показывается что-то, допустим, вот эти виртуальные инструменты, значит, нужно зайти в папку виртуальных инструментов и указать, где у вас вот эти все VST-лагины находятся. Указать пути конкретные. При установке сэмплов там видно, куда они устанавливаются. Соответственно, вам нужно нажать кнопку «Добавить» и поискать, где они находятся. Тогда он их увидит. Потом нажать «Пересканировать», «Закрыть». Потом он предложит перезапустить Сибелиус. Конечно, его перезапускает, он пересканирует, и здесь должны появиться уже все нужные инструменты. Еще можно выбирать конфигурацию вот здесь. Здесь тоже на вкладке «Играть», «Конфигурация», и здесь список всех библиотек, которые у вас есть на компьютере. Это гораздо быстрее, чем заходить вот в эти настройки, здесь пытаться что-то выбрать. Это если только там не работает, конечно, нужно заходить сюда. Если у вас вот так вот здесь серое вот это окошко, а вам нужно вправо добавить, активировать. Здесь, конечно, все не работает, невозможно активировать. Нужно нажать «Новое», назвать как-нибудь эту конфигурацию, нажать «Ок», и здесь все сразу станет рабочим. Но с этими вещами на самом деле тяжело в Сибелиусе работать, особенно сферой, особенно, потому что это нужно каждый раз заходить в нее, нужно настраивать что-то, там могут звуки слетать. Поэтому пока самый нормальный вариант – это, конечно, Сибелиус Sounds, родная библиотека Сибелиуса. Она работает. Очень хорошая библиотека «Ноуд Перформер». И еще не забывайте, что на вкладке «Играть» есть также такая вот кнопка «Исполнение». Здесь можно настроить стиль исполнения, ритмическую характеристику. Можно снизить нагрузку на процессор, например, убрать реверберацию. Продолжение следует...